По итогам прошедших 25 дней января наблюдается вновь недобор. Налогов собрали всего на 80% от плана, а таможенных платежей всего на 75%. Но члены Кабмина, как всегда, оптимистичны. Говорят, впереди еще целый год и обещают не только выправить уровень доходов к утвержденным параметрам, а собрать дополнительные ресурсы еще порядка на 8 миллиардов сомов. Да, действительно, по предварительным данным, у нас годовое увеличение составляет около 8 миллиардов сомов. Это достигается за счет улучшения администрирования, за счет изменения нормативно-правых актов, включая и постановление решения правительства, и, конечно, изменения в законодательные акты. За счет улучшения администрирования налогообложения. То же самое, помнится, члены Кабмина говорили и в прошлом году, когда приходили в Юрху-Кенеш за утверждением бюджета 2016 года. Но в итоге получился недобор по налогам и таможне почти на 7,5 миллиардов сомов. К сожалению, ошибка бывших руководителей правительства об отмене налогоспродаж, и она привела к очень большим убыткам и в местных бюджетах. Структура экономики, более 55% услуги и торговли, они решают отменить налогспродаж, а сохранить НДС. Я думаю, это была катастрофическая ошибка. Это приведет и в этом году недобору по местным налогам. Местные бюджеты надо будет из республики финансировать. И я очень хотел бы, чтобы правительство не ставило какие-то амбициозные планы, а выполнило бы хотя бы то, что им утвердил Юрху-Кенеш. И это при том, что в казне на этот год вновь запланирован огромный дефицит, размер которого более 23 миллиардов сомов. Чтобы покрыть такую дыру, правительству придется опять же искать источники извне. Хотя, по мнению депутатов, внутри страны их предостаточно. Из года в год ситуация не меняется. Поэтому, говорят депутаты, если в правительстве некоторые члены это не понимают, то с такими уже пора прощаться. В предстоящий понедельник у нас будет заседание комитета. И мы спросим у членов правительства, почему так происходит. Ведь недобор получается даже после того, как мы внесли, как они хотели, поправки в бюджет. Поэтому мы вынесем на обсуждение уже вопрос об ответственности Кабмина за неправильное бюджетное планирование. Недовольны, кстати, депутаты тем, как правительство проводит обещанную оптимизацию своих расходов. По словам парламентариев, отряда кадровых сокращений в ведомствах ожидаемой экономии денег налогоплательщиков не получилось.